Я не располагаю такой информацией, поэтому я ничего не могу сказать на этот счет. Поэтому ничего. Но в любом случае он же и российский гражданин. У него есть российское гражданство, поэтому так или иначе мы должны получить информацию, если имело место какое-то задержание. Это обычная практика. И, конечно, мы будем защищать его права. Я еще раз предлагаю все вопросы на этот счет адресовать Министерство обороны. Вчера говорит насчет командующего флота, он принимал участие в совещании, поэтому уточняйте в Минобороне. Госпожа Клинтон известна у нас своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятия. Нужно напомнить, госпожа Клинтон, все-таки многочисленные волны расширения НАТО и приближения военной инфраструктуры, к нашим границам, потом настойчивое предложение президента Путина к западным странам обсудить эту ситуацию и выйти на подписание некого документа, проект которого был, кстати говоря, приготовлен российской стороной, и решительный отказ стран Запада что-либо обсуждать. И здесь совершенно ясно становится, что стало причиной специальной военной операции, которая проводится и продолжается. Тут важно, что де-факто, де-факто такой террористический акт против критической энергетической инфраструктуры, принадлежащей в том числе и международному совместному предприятию. Так или иначе, конечно, был организован Соединенными Штатами Америки, Великобританией, и они так или иначе причастны к этому террористическому акту.